Здравствуйте, дорогие мои зрители! Добро пожаловать на мой канал! И мы с вами начинаем новый летсплей на работу, который я вам обещаю уже сколько времени. Я рада представить вам мою симочку, мою сим-версию, которую мы будем играть через три часа симовских на работе учёным. И давайте я вам покажу немножечко наш дом и покажу... Отправим её саму и покажу жителей моего дома, которых вы видели только на скринах. Тут моя Сонечка, которая должна работать врачом. Ну, должна быть врачом скоро. Спит ещё, да. А вот наша Джина, пока она в школу не ушла, кстати, тоже можно за ней проследить. Она, правда, сейчас уйдёт и всё. Мы её, наверное, только вечерком увидим. Итак, нам вышло сообщение, что Моника sollte sich ihr gutes altes notizbuch schnappen und zum Labor gehen. Vielleicht ist ja heute der Tag für einen großen Durchbruch. Yeee! Моника, типа, должна открыть свой дневничок и занести туда какие-то новые записи, свои открытия какие-то. Может быть, сегодня день великих открытий. Давайте присоединимся. Конечно же, я проспала и никакой внимательности не получила, потому что здесь нужно идеально concentriert. Мне нужно было быть внимательной, чтобы работать здесь. Может быть, получить повышение? Ну, не знаю, посмотрим. Но, короче, мы пропустили эти моменты. Сейчас она пойдёт делать анализ ДНК, который взяла у Йенса Баха когда-то давным-давно. И мне кажется, что то, что я не показывала вам первые серии, как бы это, в принципе, правильно, потому что мы теперь можем наблюдать за развитием событий с поздней ступени. И нам будет интереснее, мне кажется, потому что сейчас она на четвёртой ступени карьеры учёного. На первых ступенях карьеры было как-то... Ну, интересно, конечно, но вы это всё уже тысячу раз видели. И, конечно, вам это, может быть, будет неинтересно. Я не знаю. Поэтому я решила начать с четвёртой карьеры сейчас. Вообще, я думала... Так, Моника hat nichts. Короче, она ничего не нашла. И давайте используем наш симрей на какой-нибудь коллеге, например, на ней. Мы уже можем управлять её мыслями, Gedankenkontrolle und Outfit Ender. Давайте Abendkleidung. Посмотрим, во что она у нас одета в вечерний наряд. Что она предпочла для своего вечернего наряда. Давай, Моника, ты сможешь. Я верю в тебя. Ну-ка. Ну-ка. Ой, кто-то залез мне в мозги. Я должна срочно переодеться в вечерний наряд. Очень здорово. Красиво, да. Красиво. Ну, на самом деле, красиво. Коллеги, Gedankenkontrolle dazu bringen, sich umzuziehen. Дреимал. Окей. Давайте Эву у нас переоденем в спортивный наряд. А вот Jens Sabacher мы переоденем у нас... Подожди, Jens. Ты куда уходишь? Gedankenkontrolle und Bodykleidung. Давайте переоденем его в купальный наряд. О, тот же эффект. Кто-то залез мне в мозги. Я должна срочно переодеться. И Jens Sabacher, короче, был нашим вообще самым лучшим другом в начале. А сейчас, посмотрите, мы с ним чуть начинаем уже враждовать. Я не знаю, почему. Я ничего с ним, никаких отрицательных действий не вела. Короче, непонятно. Это всё. Потому что он нам и металл давал, и кристаллы давал, и пробу ДНК давал. Короче, нам было с ним вообще очень дружественно, очень хорошо, но... Tut mir leid. Ich kann dir momentan nicht mit Metallen aushelfen. Я вам не могу помочь с металлами. Короче, Jens у нас... Да. Давайте у неё попросим тогда. Freundlich um Metall bitten. Попросим у другой представления. Тогда общаться, пожалуйста, с Jens'ом и попроси у нашей... Как её зовут-то? Так-так-так-так. Anissa. Anissa. Её зовут Anissa. Anissa Foll. Окей. Она вообще должна дать нам металл. Наверное. Я не знаю. Короче, она не хочет нам помогать. Давайте пусть она тогда за садом поухаживает. Нам не нужна работа по саду, что ли? Всё у нас хорошо? Ути-пути. Вы посмотрите. За нашим садом посмотрели уже. Ребята. Мне не попросить меня вот это задание не исполнить. Поговорить с Jens'ом Бахом о работе. Мы поговорим о работе с Jens'ом Бахом нашим, дорогим. Ой. В разных нарядах так прикольно вообще. Мы можем сейчас выставить... Вот, посмотрите, сколько у него в багаже всего. Вот наше знаменитое мусорное растение. Так, где тут наша антенна? Вот наша антенна. Давайте попробуем aliens contacting, то есть контактировать с инопланетянами. Давай, пробуй. Получится у тебя или нет. Мы уже третий раз, по-моему, контактируем. Уже третий день. И всё никак у нас. Никакого результата. Никто нам не отвечает. Может быть, она приведёт к нам инопланетян, говорит. Говорит нам информация. Так, давайте заберём её обратно. Вот так. Забралась обратно? Да, она забралась обратно. И давайте дальше. Ой, подождите. Зачем я её тогда забрала, если дальнейшее задание связано, опять же, с антенной? О, Nachbarschaftsfenetzen. Glückliche Stadt. А давайте сделаем всех счастливыми. Glückliche Stadt. Сейчас будет такая анимация, типа дождик. Да, круто. И все станут счастливыми. Я тоже хочу быть счастливой. Вау, это кто? Митмайя Плаудан. Ингтвельхимайя. Ё-ё-ё-ё, давай-давай-давай-давай-давай. Какой-то инопланетянин к нам, походу, пришёл в гости. И, кстати, вот эта могилка какой-то нашей коллеги, которая... Я не знаю, откуда, почему она умерла. Вообще непонятно, абсолютно. Ой-ё-ёй, кто это у нас тут? Бен Бройя. Эваксина. Ой, какая у тебя оборотка прикольная, Бен. Нам здесь написали, что... Короче, все стали дружелюбные, радостные, счастливые. Это здорово. И мы пообщаемся тут... Общаемся с какой-то Майей, какой-то инопланетянкой. Короче, маскировка совершенная, но мы, короче, её раскусили. Какая маскировка? Она в том, в чём она есть. Она инопланетянка, никакой маскировки в ней нет. Так, давайте купим снэк, сэндвич. И Данах. Давай не будем с ней общаться, потому что у нас время занимается, отнимается. Он у нас заработал денежку. Моника, давай, сходи, пожалуйста, поешь. Я тебя умоляю просто, потому что, если ты не поешь, то ты, наверное, свалишься с ног скоро от голода просто. Хотя, если мы в 74 не валятся с ног от голода, но я так фигурально выражаюсь. Так. Давай купим снэк. Ух, какая ты у нас. Ангешпант. Кстати, можно ей успокоиться перед зеркалом. Зеркалом сих ту беруиген, versuch'н. Успокоиться перед зеркалом. Или по йемендам люфт мах'н. Короче, выпустить на кого-то пар. Если ты выпустишь на кого-то пар, ему будет очень нехорошо, Моника. Так что лучше не надо. Видите, мои щучки. И с этой симкой у меня такое ощущение, что я просто впускаю вас в свою жизнь. Знакомлю вас со своей жизнью. Вообще, это так интересно, так необычно. Поговорить со строительным роботом и 10 минут поработать в ракете. Давайте мы, может быть, сейчас поработаем немножечко в ракете. Сейчас мы успокаиваем себя перед зеркалом. Да, это надо. Ты, наверное, будешь чувствовать себя хорошо, я надеюсь. Надеюсь просто. Вроде бы у нас получается, да? Сейчас мы пойдем строить ракету. Я решила, что мы останемся немножечко подольше. Останемся подольше, потому что мы что-то время теряем на успокоение. Потому что она у нас пошла на работу в не очень хорошем состоянии. Не выспалась, не поела. Хотя, я не знаю, может, и зелье купить вот это универсальное, которое все потребности разом повышает. Ну, посмотрим. Давайте попросим коллег нам помочь. Попросим его помочь нам с ракетой. Так, Еву не будем просить. Мы можем нашего коллегу попросить, чтобы он поухаживал за садом. Давайте попросим его поухаживать за садом, а кого-нибудь другого попросим нам помочь с ракетой. Например, Йенса Баха. Пусть он нам поможет. Пусть он нам поможет с ракетой тогда. Что-то у нас, что-то у нас инопланетян тут расплодилось, ребята, вам не кажется? Что-то у меня такого не было раньше. Или мы так сконтактировались с инопланетянами, и они тут все прибыли. И главное, не все оделись в одинаковые одежды, такие как у Бигмамы были на свадьбе у Доминика, по-моему, да. Ну, вообще, молодцы, обалденно, да уж. Так, я нашей Монечке купила зелье, которое повышает все потребности разом, и давайте мы его выпьем. Так, мы поработали над ракетой 10 минут, достаточно. Давайте выпьем это зелье, чтобы нам стало совсем хорошо. И, так, мы попросили... Нет, мы не попросили. Давайте мы его попросим еще раз. Миткатенарбайт беауфтаген. Поручите ему работу над садом, вот. Ура! Он у нас пошел работать над садом, и давайте мы 10 минут поговорим... Миткатенарбайт беауфтаген. Поговорить с роботом. Ну, раз уж нам дано так по заданию, я надеюсь, что у нас будет повышение, хотя я не знаю, ну, так вроде бы идет к повышению дела. Надеюсь очень на это. Ой, ты мой, робот-шилачки такой, уйди-пути-пути. Что-то рассказывает, я не знаю, о своей жизни, наверное, механической. О, это так мило. Это у нас Саския Винта. Вау, какая симпатичная симка. Вы только посмотрите на нее. Симпотная такая. Я тут проанализирую ромашку. Тут нам по заданию надо попросить у коллеги кристалл. Давайте мы немножечко попристаём к нашему Йенсу Баху и попросим у него кристалл. Ум, кристалл бейтен. Так. Так. Ди аналюза хат кайны новикетнию в дизапланции гибен, да. Анализ не дал никакой информации новой о ромашке. Да, ромашка обычное растение. А чё, какая информация о нем вообще должна быть, я не понимаю. Так. Уху. Клар, там, corporate ла, у неё черта характера помимо романтика. По этому у нас так получилось прикольно. Итак, вау, вот поэтому? У-у-у о integrating слично вегалом вашем. Так, мы уже выполнили все задания, которые нам были заданы, поэтому мы можем делать всё, что мы захотим. Кстати, здесь можно заменить бесплатно вообще все предметы, которые мы можем использовать, которые будут ломаться. Так, а мы забрали нашу антенну, кстати? Нет, мы нашу антенну не забрали, давайте её сейчас заберём. Я хочу, чтобы наша Монечка Химмельбеобахт, чтобы она понаблюдала у нас за небом. Давайте посмотрим с высоты птичьего полёта вообще на этот мирок, который нам с вами предоставили с этим новым дополнением. Так, тут какие-то кладези, залежи каких-то, не знаю, отходов, наверное, производства. Да, мне вот это место нравится очень, такая красота вообще. Здесь можно и рыбку, кстати, оказывается, половить. И там у нас ходят туристы. Они могут сидеть на вот этих скамеечках и можно там грилить всякие вкусные штучки, да. И летают у нас птички вокруг так кругом. Вау, красиво вообще, обалденно. Мне так нравится это рабочее место. Просто. Я бы сама с удовольствием в жизни тут работала бы, но я не учёная, к сожалению. Да, я училась на финансиста. Но этот финансист мне никуда не понадобился. Ура, мы повысились. Yay! Моника hat heute фантастische Arbeit geleistet. Академisches Prestige und wissenschaftliche Errungenschaften werden nicht mehr lange auf sich warten lassen. Yay! Prestige, научный Prestige и достижения не заставятся долго ждать. Yay! Ура, ура, ура! Мы получаем Sims 9. Warte. S1, M5. Похоже, как будто Sims 4. Test behelter und neue Kleider. Yeah, 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 yeah. Всё, возвращаемся домой. Мы повысились. И, как обычно, Кильджидена у нас после работы поздравляет нас с нашим достижением. Так, и Рудольф здесь стоит, что-то завис, наверное, не знаю. Чё, ты так после работы, наверное, и стоишь, да? Давайте мы ему похвастаемся нашим достижением, нашим повышением по работе. Так, Рудольф пошёл общаться с Сонечкой. Ну, иди пообщайся, наверное. Так, Джина у нас играется с нашим Галактионом. Галактион, как ты себя чувствуешь? Тебе надо пелёночки, кстати, поменять. Так, Моника у нас чувствует себя хорошо. Давайте пусть она тогда за Галактионом поухаживает. Шмутс и Гвиндельвексель. Поменяем ему грязные пелёнки. Так, он Трудольф... Куда-то идёт. Так, Джина, почему тебя понижают сообщения с маленьким мальчиком? Не пойму. Чё ты ему говоришь? Чё ты ему рассказываешь-то такого? О, ты моя Джина сладенькая. Посмотрите, какая она сладкая девочка. Ой, обалдеть. Так, ребёнок, ты плачешь, за тобой надо поухаживать. Моника, ты куда пошла? Давай. Дом такой большой. Я его строила два дня. Первый день я строила оплот. То есть фундамент, стены, всё такое. Распределяла всё. Вот, и в третий день, и на второй день, то есть я обставляла мебелью. И у нас тут детская комнатка, моя комнатка, комнатки Кильжидены. И тут у нас много ванн, чтобы никому не надо было бегать туда-сюда. Тут комнатка Сони. Ой, Рудольф, Соня. А тут у нас спит наша дорогая Надин Браун. Да, Надин пошла менять пелёнки. Молодец. Моника, ты чего стоишь? Зависла ты, я тебя не пойму. У тебя сегодня был шикарный день вообще. Давайте посмотрим, что нам дали, может быть. Нам дали вот эту какую-то прикольную штуку. Я не знаю, куда её поставить. Может быть, так как-то. И, кстати, туда можно что-то у нас запрятать, насколько я знаю. Сюда можно запрятать любой предмет. Вы посмотрите, часы, не знаю, лампочку. Круто вообще. А давайте туда что-нибудь поставим. Я решила, что я туда вот этого вот гномика поставлю, да? Давайте, пусть он будет у нас тут таким прикольненьким экспонатом в нашем мини-таком музее. Так, Рудольф. Вообще, я не понимаю. Рудольф у нас, кстати, умеет столько всего печь уже. Такой молодец. Давайте мы его заставим печь хлеб нам. Хлеб я поела. Мне тогда он очень понравился. Так, Моника пойдёт общаться с Соней. Так, Галактиончик у нас заснул. Ну, посмотрите, какой сладкий ребёночек. И, кстати, у него накрашены веки, что ли. Я не знаю. Не так интересно. Вот. Я вас познакомила так, бегала с жителями моего дома. Мы с вами сегодня поработали прикольненько так. И я буду, наверное, заканчивать серию, чтобы вас слишком не нагружать с информацией в первый день моей новой семейки. Давайте понаблюдаем немножечко, как Рудольф у нас будет готовить печь. Он у нас вообще такой молодец. Классненький, да. И давайте заканчиваем на этом серию. И в следующей серии вы увидите, какой прекрасный хлеб испёк наш Рудольф. И, может быть, мы с кем-то пойдём работать ещё. Не знаю, с кем. Со мной, наверное, либо с Соней. Ну, посмотрим ещё. Вот. И тогда пожелаю вам всего доброго, ребята. И пока. Смотрите, какой прекрасный хлеб испёк наш Рудольф. Супер.